Здравствуйте, я Наталья Кечина и наш проект «Мы встретимся». Целых 7 лет единственная мечта этой женщины – увидеть свою родную дочь. Страховой полис, свидетельство об окончании курсов охранника. В общем, абсолютно все документы дочери остались у матери. Елена Матусяк ушла из дома осенью 2007 года. Поначалу мать особого значения исчезновению не придала. Взрослая дочь иногда и раньше могла уходить на несколько дней. Но на этот раз пропажа затянулась на долгих 7 лет. Выпивать выпивала было дело. Тут ничего не скажешь. Я от роду не пью, не курю. А она вот так вот. Кого она пошла? Сама в себя, наверное. 7 лет прошло. Уже, не знаю, я все передумала. Где ее искать? Жива она или не жива? Не отзывается никогда ничего, если бы я знала. Причиной ухода Елены, считает мать, возможно, стал конфликт с отчимом. С ним у дочери отношения были напряженные. Но даже если это и так, для любой обиды 7 лет все-таки многовато. Все заявления в милицию положительного результата не принесли. Леночка, доченька, если ты живая, приходи домой. Приходи, я одна осталась. Ты боялась отчима. Его уже нет, он умер. Я одна осталась, одинешенька, в квартире. Не знаю, с кем мне, к кому обратиться. Если ты живая, приходи домой. Приходи, моя доченька, я тебя жду. Еще несколько историй. Посмотрите внимательно. Может быть, кто-то ищет вас. Разыскиваю своего брата. Кодинцева Сергея Геннадьевича. 1959 года рождения. Последний раз я с ним разговаривала 13 лет назад. Он жил во Владивостоке. Ну, уезжал, прописки у него там, видимо, нет во Владивостоке. Больше вот после 13 лет я с ним не виделась и письма писала. Любимый брат Сережа, если ты меня сейчас видишь или слышишь, отзовись, пожалуйста. Просто дай знать о себе. Я тебя очень люблю и хочу с тобой встретиться. Мама вот умерла в этом году уже. Не дождалась тебя. Ищу Горева Михаила. Работали. Отчество, конечно, не помню. Он в основном с мужем общался. Тоже работал на «Красмаше», на холодильниках. В домах отдыха отдыхали, вот в братском доме отдыха. Встречали семьями по праздникам. Миша, ну, хочу увидеть тебя, чтобы встретиться с тобой, поговорить. Потому что я знаю, что ты жену похоронила, я мужа похоронила. Хочу поговорить с тобой. Разыскиваю родного брата Полинникова Николая Михайловича. Он, по моим предположениям, должен находиться в Рудногорске. Он работает с дымщиком в лесу. Добывает живицу. Виделись мы последний раз 26 лет назад в Курске. Потом я переехала в Красноярск. Здесь я ни разу не приезжал. Здравствуй, Коль. Если меня видишь, отзовись. Я тебя ищу уже лет 20 через милицию. Но они не помогли. Спасибо, что есть такая передача. Если видишь, отзовись. Людмила Бедуева спустя 45 лет не только увидела родного отца, считавшая себя всю жизнь одинокой, она в одночасье обрела сразу шестерых родных братьев и сестер. Папа, если ты меня видишь, слышишь, отзовись. Очень, очень, очень вновь. Я не знаю, что сейчас будет, но, по-моему, это шок. Вы видите нас? Вы видите нас? Видите нас? Вы кто будете? Да, отец. Эмоциональный накал в нашей аппаратной был в этот раз до такой степени высок, что, видимо, поэтому техника дала сбой. Потому что творилось по другую сторону экрана в Дагестане, вы, к сожалению, не увидите. Людмила Маровну ждала много новостей. Людмила, здесь у меня большая родня, дочка. Большая родня. Я теперь понимаю. Большая. Поняла. Мы должны рады этим. Я всегда думала, что я одна. Ты не одна. Ты не одна. И там у тебя, и здесь у тебя. Сара большая родня. Людмила Маровна росла, по сути, как сирота, воспитывала ее бабушка. Она родилась в 65-м, а уже спустя два года семья распалась. Отец уехал на родину в Дагестан, где женился и родил еще шестеро детей. А мать скрылась в неизвестном направлении. К дочери в гости приезжала лишь изредка, а несколько лет назад вообще пропала. Неизвестно, как мать, но отец о своей первой дочке не забывал никогда. Я говорю, я похожа на вас? Да, очень. Похоже? Похоже. Ты же моя. Нос, глаза, это все на тебя похоже. Ты моя. Ты кусок моего тела. Людмила, ты кусок моего тела. Поняла? Да. Жена сейчас, она дракует, она очень хотела себя видеть. Она очень желает тебя видеть, понимаешь? Она украла меня, почему тебя не ищешь? Тебя доча там, почему ее ты не ищешь? Приезжай сюда. Я приеду. А потом я туда поеду. Только летом. Приеду, дочь. Меня там не своруют. А? Меня там не своруют. Я холостая женщина, не замужем. Вдруг меня своруют там. Если придешь сюда, дочка, ты придешь отцов в дом. Да, большое спасибо, конечно, вам за то, что вы помогли мне. Я сейчас просто еще как бы это в такой, я стараюсь держаться, чтобы это, ну еще у меня, конечно, я всегда думала, что я одна на всем велосипеде. То, что я у мамы одна, поэтому как бы я и думала, что я всегда одна. А теперь получается, что? 13. Мама дорогая, держи меня за здесь. Вот честное слово. Это был проект «Мы встретимся». Звоните нам по телефону 265-45-00. Пишите на сайт tvk6.ru. Рассказывайте свои истории. И мы непременно встретимся. Продолжение следует...